всем привет сегодня будет у нас видео про нашего демельку первый раз поломался такая поломка довольно серьезно ну как серьезно по крайней мере есть с ней нельзя а именно что у нас произошло короче у нас пропала зарядка придется сейчас снимать генератор ну и также есть еще некоторые проблемы с электрикой ну и принципе про них уже говорил на в данном случае тут еще вызвала одна проблемка делали а тут мы диагностику короче у него раньше не работала как показывал обрыв одной свечи накала а тут теперь показывать даже на четырех ну и конечно это не дало к лице дало себе знать вернее сейчас на улице уже холода начались минусовые температуры в общем он уже стал по утрам на холодную плохо запускаться запускается конечно крутится 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 даже один раз было что он не запустился с первого раза в общем вот такая такие проблемки сейчас со свечами пока не будем разбираться но возможно я их все посмотрим что с генератором какие будем заказывать запчасти сделал кое-какую диагностику по свечам но также там возможно у нас со свечами вообще все просто это мы даже можем сперят сейчас убедиться сейчас попробую запустить чуть-чуть назад объехать генератором а там снизу фишку снимать ну и заодно покажем принципе видео больше вы про генератор как снять генератор на и мы посмотрел тут несколько видео на ютюбе всего одно нашел видео там как показывал как снять именно на таком наш на 642 моторе какое качество конечно у нас будет для наших коллекций полезно для вас для наших зрителей короче давайте сейчас за я сейчас не запущу вам покажу со свечками до этого он запускался ну крутит-крутит-крутит раз потом заведется дым конечно там образуется для тебя сейчас я кое-что проверю я сейчас вам покажу что я проверю и возможно будет запуск хороший вот он стоит уже на неделю мы его не запускали сзади там на заднем плане это шумит наш автоматический котел работает он вообще исключительно вот уже третий бункер засыпали хватает угля примерно на комнату поставили нашим угля хватает где-то на 10 дней последние разы была такая температура теплая сейчас уже вот до минус 10 доходит температура ну пока по температуре котла мы не добавляли ничего работать точно в таком же режиме как и до этого дома жаричи у нас ладно чуть-чуть отступаем давайте сейчас я открою как вот посмотрим я тоже вчера смотрел про свечи накала там хорошо показывали примерно знаю что с ними посмотреть по крайней мере не всегда бывает что у них свечи отхлебываю так сказать могут и не свечи сейчас тем надолго ремонт станет допустим много будет что-то ремонтировать мы еще посмотрим у нас этот актуатор не работает может быть его снимем на турбине но если свечи будем тем более накалу вытаскивать тоже будем это все смотреть а у меня вот сомнения тут произошли видите вот есть вот этот провод вот он вот это оказывается блок управления свечами вот он стоит сверху и вот этот штекер он у нас тут он можно сказать ничем не держится этим двигается но хотя как бы он втыкнутый никуда ничего не выпавший может быть что-то с ним брызошло там какой-то непонятно масляный или масляный что-то с ним нехорошее происходит там какая-то мазута может продуть малинга вот это вот что за приблуда интересная вот это вот с этого с этого патрубка подтекает масло прям на ремень ремень замасленный кстати видите он сильно замаслено так а вон он наш генератор он с той стороны стоит ну-ка вот зайди-ка вот с этого смотрите тоже это же он в масле кстати штекер который кстати от меня может быть это потому что зарядка она была у него она как-то потом начала дрыгаться периодически штекерок вот он я его шевел втыкнутый тоже видите все в масле хотя мотор мы мыли это вот с патрубков выпадает масло воздушное турбина гонит даже не турбина они работают этот маслоотделитель толком вот тоже это смотрел в интернете есть там решение проблем вот этого маслоотделителя короче этот надо ставить какой-то маслоотделитель надо посмотреть как люди делают не нравится мне там эта система их не сальником там с этим может быть сделаем маслоотделитель гонит не турбина именно стат через сапун там вот масло есть вижу все эти масла с этих патрубках эту чайку надо будет снимать сейчас посмотрим так вот они свечи накала у нас но это как это основной как бы это приходит кабель который основное питание не знаю что там с ним могу произойти какая-то мазута в нем есть непонятно реально мазута сейчас попробуем там у вас где-то спиртяжка есть промыть да попробовать спиртовым у нас такой есть очиститель мой рой идет спиртовом основе может быть поможет сейчас мы это девушек проводу не следует камешане и по культикам мы сейчас будем разбирать все дело все равно здесь сейчас не поможет так вот смотрите напряжение можно как посмотреть три раза на r 12 1 сейчас на системе напряжение упала свечи как бы греются видите напряжение упало сильно вот сейчас даже мы посмотрим и давайте подольше подождем они где-то секунд 30 греются свечи потом вырубаются или муж вообще не не греются все насос от у нас замолчал подкачки сейчас по идее свечи должны выключиться напряжение соответственно подняться пока тишина по ходу нифига они по ходу не рано давайте еще ждем сейчас нужно наверняка что по ходу свечи вообще не работает аккумулятор подсевший чем сильно ну ладно давайте вот свечи там спиралька загоралась давайте еще ждем чё к чему и почему пробуем он сейчас будет смотрите как заводится он долго хотя довольно даже быстро тут гаража текло за ровно тепле то бывает и дольше ну и зарядки сами видите нет так же вот вылазить свечи на колосе вас вот так загорается это ошибку показывает что какие-то свечи не работают ну как мы уже знаем у нас 4 поэтому со свечами будет тоже разбираться ну наверно не в этой серии это смотрите серию нас про генератор держат ехать хотел давайте вот сейчас запущу на это тоже загородно холодный здесь как мы смотри за контакт добавим давайте вкратце расскажу что тут нужно снять чтобы достать генератор может быть кому-то неинтересно будет дальше смотреть вот так просто вкратце расскажу принципе снимаете ну честно чай куда воздуха надо это снять и отстегнуть который вот идет от турбины но не для турбины короче патрубок который идет на дроссельную заслонку его тоже надо будет отстегнуть и убрать немножко сторону ну и соответственно с ямы там залазить и выдергиваете штекер здесь на 13 на генераторе откручиваете основную плему естественно да еще кстати аккумулятор отцепить плюсовой провод обязательно чтоб нигде ничего не коротнуть ну и в принципе такие и 4 болта на генераторе крепления там болты все на торцах и откручивали снимаете ну а кому дальше интересно смотрите буду показывать еще здесь все снимаю штыки рад будем разбирать потому что свечи накала тоже непонятно что с ними скорее всего их придется снимать самое главное чтоб сейчас эти свечи у нас выкрутились но опять же тут один есть момент по свечам накала вот конечно немножко у нас будет неправильно разборка по идее прежде чем вытаскивать свечи накала нужно прогреть двигатель чтобы он был горячий чтобы головки расширились немножко чтобы свечи были не зажатые нагаром по сути это можно будет сделать даже без генератора сейчас новость не да может быть сначала починим генератора си ничего в нем сложного нет а потом уже по свечам ну ладно и видео говорю не просвечь про генератор так же еще вот я не знал даже кстати эту тему хорошо тут и виде вот я нашел что будет воздуха надо проще было снять но я как-то его снимал и так тут принципе предусмотрено можно откручивать вот эту перегородочку снимаете резиночку вот учите раз где-то второй болт еще есть а вот сверху один на 2 он там и не прикручен не сильно короче этот ключок он довольно легко снимается убирает ключок и у вас воздуха без проблем снимается также как и вот тот второй тот вообще тяжело вставить так ну вот отцепили мы патрубок турбины вот он здесь был это чуть-чуть скобку вытаскивать она вот тут стоят такие защелки есть и не надо полностью снимать также вот убрали в моторную помпу вот он патрубок здесь здесь просто резинки снимаете ну и вот он в принципе уже генератор его видно вот они два болта верхних которые надо открутить и там два снизу это съемок так сейчас единственно я не вижу где у нас там силовой провод крепится то вот жгуты идут наверное надо сейчас один болт открутить здесь получается вот этот ни разу я не снимала на имейте давить его жгут так зацеплен нижний штекер вон он сам на 13 я не вижу где гайка это сейчас попробуем так-то вроде генератор только вот там что-то масло откуда он убежит непонятно отмывали на генератор до был замасленный как я предполагаю что здесь у него все-таки щетки полетели так вот головка ты подойдет каким откручивать нет она покрупней короче вот открутили мы воздуха на такой получается е10 а там надо е12 миш видно тело это воздушный фильтр а эти уже покрупнее генератор сейчас берем другую ешку и открутим эти два верхних болта чтобы нам там провода освободить да вот берете е12 откручивать эти верхние несложно открутить вот это крепление ну вот открутила верхние болты вот она гайка на 13 видно тебе конечно там плохо подлести к ней она находится закрепление воздуха на сейчас мы и открутим тоже вот этот болт был вообще не прикручен практически на еще тут один момент есть надо сейчас скинуть на время сейчас понадобится длинный вороток головка я не помню насколько короче надо сам натяжитель повернуть ремня и все он снимется принципе не так сложно снимается так он натяжитель он там видите на 19 такая на торт похоже но это не это не торт это обычная многогранная можно головку на 19 но и обычная головка вот он одевается хотя может не на 19 короче все таки тут не на 19 она 17 12 грамм говорила длинный рычага пускать хоть ремень на маленький на массивных вода были головки у меня нету на 17 но слабоевая да изготовили вот такой ключ специальный вернее подогнули благодаря нашей печки теперь вот горно если он немножко неудобно не одевалась труба на него вернее одевалась на флот сейчас будет все по красоте давайте попробуем ремень и слависе отключился в режим нагрева четко поэтому сразу говорю тут трубу надо надо вороток вообще я просто головку не нашел такую 17 все вот так как он тут очень сильно зажат все теоретически он должен отсюда выйти наверх как он довольно тяжелый мы сдавайся снова вдвоем попробуем ты вот эти провода сторонку вот не вижу все я открутил меня сейчас я поверну посмотри все там отвернуто не там еще помню где-то масло было короче я сейчас буду снизу его разворачивать надо вдвоем вот все вытащили генератор короче немножко поддонкрачивать покажите подушку даже откручивать не надо она сама подушка приподнимется и все вот он вытащился ну и сейчас будем смотреть что с ним произошло какая проблема ну первая проблема тут уже и так видно он весь масло хотя этому еще его маленько это так сказать отмыли он уже сейчас не такой грязный как был даже вот тут что-то уже по ходу делали какой-то пластилин короче по ходу мы попали на щеточки и водный мост тут у него меняется в сборе причем вот с этой задней крышкой как я понял из видео и скорее всего еще он припаян генератор у них мощнее мощняцкий вот это точно не должна быть такая залепуха ли генератор конечно надо в ремонт по хорошему вот такой бы нам на бусе генератор офигенно мощная тут какой-то 180 что ли он ампер то 2 киловатта щетки снять все все снял еще так и кое-как должны фиксироваться ну конечно работать он навряд ли будет штука фиксируется не пойму море сколько солидовах чё такое это капец как пластилин солидов может быть он даже все у нас тут рабочий просто замасленная так сказать обгонная мухта точно работает вот такой съемники кстати живые даже не в плохом состоянии может быть мы тут отделаемся и легким испугом так сказать единственное сейчас непонятно что у нас тут со щетками с этими здесь установлена такая крышка непонятно одна щетка вроде есть вторая да есть они щетки просто тут все посмотрите в каком состоянии все замаслено возможно даже и таблетка рабочая вот это да так что может быть все тут порядке мы починим даже в принципе его проверить можно генератор подать на него напряжение да здесь в принципе что один провод он всего возбуждение ну как мы делали если он рабочий он возбудится так сказать это шоколадка на сколько вольт у него шоколадка похоже обычно на мерседесовку только нифига я не вижу что-то ты видишь напряжение нет да ладно давайте короче сейчас это все отмоем бензелинчиком тогда уже будем думать ну вот сняли эту я понял как снимается эта вся шляпа получается задвигается и можно сказать держит но это все оделась но у нас а верхняя щетка видите где ходит не по токосъемному пальцу а где-то ниже а ну и вторая они короче пропилены все понятно тут и вторая щетка вот она видишь выработка вот здесь вот щетка все сгорело здесь тоже ходила щетка когда-то само кольцо ну вот одно и вот второе короче надо токосъемный пластины менять ну все генератор под переборку получается прогрызла все там нафиг эту тоже на релюшку придется новую скорее всего заказывать ну может узнает должна так залито быть не должна интересно короче короче надарим комплект заказывать генератора ну что давайте наверно посмотрим дальше заодно посмотрим подшипники в таком состоянии я думаю уже стоит его разобрать до конца все равно его надо почистить весь генератор капец как его замаслило так так шкиф откручивать шкиф снять шкиф на нем меняли вот они обгонная мухта все работает так и как он откручивается что-то шестигранник или подожди а ну да он просто на резьбе накручен получается видишь якорь шестигранником держится но тут как это тоже хитрый ключ походу боли еще не так то просто это все дело разобрать ну видишь многограмм наружные грани тут специальный ключ нужен что-то по ходу дела мы его нифига не разберем что-то мне так кажется разбирать его надо потому что эти заменять надо пластины ну ладно сейчас попробую все равно вот в таком состоянии статор все в мазузе все в резине все отмывать тут шипники наверное под замену все-таки теперь мне интересно как нам открутить вот этот несчастный шкив закрутить то его не проблема а вот открутить как вот не зря тот старый был приварен это его видать приваривают и выкручивают какая технология так что не только мы холхотно разбираем не надо свистеть но этот мы приваривать не будем потому что он в рабочем состоянии так как только съемники снимаются подшипник подшипник надо спрессовать сейчас мы его снимем здесь вот надо ключ блин что за ключ такой интересно короче надо его поискать этот ключ будет и скорее всего надо это попробовать крутить ладно все тут пока нам заканчиваем сейчас сейчас еще вот этот подшипник сдернем посмотрим как снимаются и так отъемные кольца пока закончим надо будет заказывать запчасти сейчас уже понятно что нам надо все таки решил продолжить давайте потому что запчасти заказа придется будем сейчас снимать свечи вот этот активатор мы тоже его снимем посмотрим у нас вообще работает турбина или нет так же вот масло видите натекло сколько тут вот мы подкладывали тряпочку просто раз пропиталась она в хламину вся маслом короче надо вот с этой системы вот она ну там сальник на распредвале скорее всего плохой вот эту систему я буду переделывать буду делать выход на какой-то маслоуловитель посмотрю в интернете как делают я думаю это решение уже давно как говорится сделано ничего там сложного нету короче надо делать масло ловить это все ерунда единственный вопрос куда сделать слив масла чтобы уходило ну тоже я думаю это мы тоже найдем в интернете все так здесь наш кресовой провод вроде не должен замкнуть или куда надо будет подцепить аккумулятор сюда все таки так ну и где наши свечи вот они они наши свечи сейчас мы тут еще кое-что под раскрутим вот она у нас одна свеча накала в принципе они довольно так удобно тут стоят вот 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 одна где-то там она у нас получается у них у каждой вон она за активатором вот этим вот я не знаю может быть нам сейчас чтоб там не мучиться не лазить заодно активатор этот все таки снять посмотреть в принципе если уже все заказывать все запчасти в Новосибирск так сказать там есть фирма которая можно на обмен или ремонт сдать его на поэтому надо сразу же дело открутить сейчас мы его тоже снимем аппетилаторсом вот сняла тягу геометрия турбины в принципе работает маленько она была вот подзаевшая потому что она не двигалась у нас ну а так в принципе все вполне вот она закрытая получается или открыто ли это вверх значит у нас сам активатор этот не работает потому что у него написано что ошибка по сигналу там есть какие-то дорожки внутри надо его скрыть может быть мы даже его починим и вот оно все геометрия турбины работает отлично интересно вот это на все дует или на все это или вот так закрыто на все когда вниз сейчас еще интернет изучать так ну ладно все здесь понятно все люфт как бы вот этот небольшой вроде потому что вот ко мне приезжал Саня смотрели у него намного здесь больше люфт так как нам ее снять дай ключик накидной на 10 три болтика надо открутить так открутил я активатор турбины ну да вот они три штуки три болтики маленьких что я там еще открутил я что-то еще открутил а тут само крепление а тут можно было или активатор открутить а я еще и крепление открутил попутно короче два болта я лишних тут крутанул ну ладно не смертельно масло то налило конечно ну не сильно но есть так у нас вот здесь показывал обрыв в принципе тут всего три фишки нет 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 ну вскроем актуатор посмотрим ой да выкрут и грязные надо почище будет тут надо аккуратненько будет посмотреть что там у него с платы с контактными дорожками ладно это пока мы отложим но он у нас не работал сейчас наша задача открутить свечи накалом вот она как раз третья свеча ну короче свеча доступная так а что там головка на 10 удлиненка да ну давай Мишаня будем пробовать что выкручивать сейчас эту сторону потом ту вот они тут тоже здесь помаленько подоступнее наверное было может быть там что то я последнюю не вижу где она одна вот вот что-то я тень тень ну чё блин свечи мы не погрели конечно ну чё то она прожарилась не отмешать не на 10 так на 8 кололочка ну повезла одна пошла они частенько обламываются эти свечки надо купить будет разделитель обязательно потом медный были помазаны значит собирали хорошо видите есть медный разделитель это очень-очень радует так ну вот это у нас по-моему рабочая была свеча в любом случае я их все выверну потому что я хочу померить сопротивление ставить пока не буду потому что надо будет купить и медный разделитель на запчасти но мы вообще эту часть закончим сейчас мы сейчас их разберём все свечки посмотрим так следующая в принципе показывать не будем что тут выворачиваем потом померяем сопротивление вот это вот свечка не рабочая но это вот как раз получается как я понял пятый цилиндр вот на нее изначально видите не рабочая она чем отличается от рабочей она черная будет вот допустим те свечки вот здесь все лежат плохо видно они такие обгорелшие но хотя вот это тоже вот эти вот две вот это вот одна вот она чистая вот эти две тоже что-то нагло сейчас будем смотреть сейчас их все вывернем то я вот так вот первую свечку вам показал тут явно она не рабочая тут примерно 100% и остальные нафиг тоже черная свечка не работала тут что-то на ней это разделителя мало так на положи рядом вот стой ну и вот эта рабочая по ней видно вот у нас как бы две свечки там она работала ну так она и есть ну компьютером же не будет вот у нее уже каждая дорожку в принципе правильно показал получается вот цилиндр всего у нас грелась пойдемте туда наверсток это левая сторона носит а ну вот смотри оно в левое получается одна работала видишь и вправо и одна работала вот эти крайние которые ну дальние цилиндры а вот эти не работали почему не пойму давайте мерить сопротивление где наши цешечка ну вот поставили мы на оба сейчас вот рабочие сначала проверим на свече 5 ну это уже много там по-моему до 2 Ом у них вот это вообще ничего не показывает вот это вообще ничего не показывает у нас что-то с этой цешкой непонятно тоже что-то с этой цешкой непонятно 7 да или 0 ну как-то на странного показывает что у нас короче это цешки ханамы ну вот 0,1 до 2 до 2 но оно есть по крайней мере ну-ка если вот просто 7 7 пережимаюсь 7 а тут 5 да показывает сейчас тоже 7 здесь ничего видите не показывает а вот так 7 ну вот это вот лобры получается тоже ничего нет значит все таки правильно они не рабочие свечи здесь 7 ну так оно и есть 2 свечки ну короче надо 2 свечки все новые заказывать тут в любом случае ничего тут не сделаешь 2 всего рабочие так оно и есть охренеть и как бы мы нафиг зимой было заводили так ну давайте теперь знаете что откроем давай этот экватор и все наверное будем заканчивать видишь потому что уже и так виновата давайте мне вот интересно свечки попробуем хоть одну ну сгорит-сгорит а нифига она не горит видишь тишина я вот за нее взялся ну-ка дай рабочую на 7 бульта я зарядная поставил ну вот это чуть-чуть теплеет вот она прям чуть-чуть а что там ампераж показывает ну тоже она не рабочая 2,9 ампер а вольтаж маленький да просто просадка ну вообще вот это вроде нагревается ну выключить ты отколебал 1,6 вольта ну-ка 1,7 вольта ну вот она ампераж побольше поставил надо взять ампераж на всю вот она вольтаж вот вот сейчас она нагрелась можно ампераж меньше ну вот это рабочая ее видно еще разок ну это все тишина видите ну добры ну ка дай вторую рабочую вот она и нагреется видите не от кончика и поймешь где это рабочая ну вот получается две свечи всего на нем рабочие хана им так на положено вроде не видать что кто-то что-то скрывал сейчас если еще здесь причину мы найдем со свечками со свечками вроде разобрались свечки не рабочие и то 7 ом это много а не до двух всего должно быть они уже тоже не рабочие морская сгора 2 ома должно быть все здесь какая-то была пломба скорее всего скрывали посмотрим состояние шестеренок как раз или в ремонт отдадим или на обмен может скорее всего в ремонт потому что у нас время как бы я думаю есть как он скрывается у нас знаете что запах горелого есть ну это вот самоплата вот он сам механизм получается стоит вот он моторчик у нее шестеренки ничего я не знаю они должны масса ну вот люфт есть но этот люфт даже не в шестерне а вот видите на сам червячный вал он немножко ходит вот здесь в принципе здесь все даже чип-топ а ну дорожки наверно вот они они контактируют вот здесь она это дело да тут конечно надо грязными руками не лазить сюда вот здесь вроде ничего не перегоревшее вот здесь он самоплата подходит видите а как она мотору передает не пойму через что а ну вот две клеммы здесь а ну вот они они сюда одеваются получается по сути этот моторчик можно даже покрутить только скорее если здесь низкое напряжение не знаю тут я надо лучше не буду как говорится лезьте сам все-таки такое тут все вместо интересно лучше это дадим специалистам проверит хотя бы его если фон рабочий значит у нас надо смотреть будет проводки проблема потому что как бы ошибка дойдет как обрыв цепи какой-то показывает нужных проводки там проблема все тут я ничего не вижу прям такого короче ладно все закрываем так ну что давайте на эту часть закончим принципе нашли бы конечно несколько неисправностей с генератором вообще тут все понятно со свечами накала тоже думаю понятно их надо все будет 6 штук я буду заказывать не знаю когда это мы все закажем когда это будет все делаться и малька будет часто стоять на принципе ладно также с этим с активатором надо что-то решить его как-то надо проверить будет ну это надо в город не угадать там на фирму проверять его или отдавать не знаю но потому что лица не меня все смотрят короче меня на нас они будут с тобой разговаривать как говорится может повезешь ну или сам может поеду и в город хотя на чем еще тут ехали город непонятно на бусики тоже как бы не особо хотелось в любом случае сейчас это думаю длинная будет история также возможно вы мне что-то посоветуйте подскажете это видео я думаю все равно выйдет раньше даже запчасти то я что закажу уже хотя и на время маши ничего не закажу чем не тут посоветуйте вот особенно вот с этим сделать ну и так же вот у меня же помните там ошибок кучи было там под датчиком по воздуху там по кислороднику но я думаю эти все ошибки по там по температуре по расходомерам это я думаю из-за того что он не работает геометрия турбина шел все-таки перед уху меня также вот с маслопомойкой с этим я думаю что это будем делать буду сейчас изучать интернет ну в общем интересна эта тема надо короче мы куда делать мне надоело уже ездить на этих на ошибках на всей фигне не знаю сколько на это потрачуя времени и денег но я думаю в следующей части вы уже увидите ну и кому интересно заходите плейлист м и дизельный метод может есть уже я что-то забыл оценивайте комментируйте ну кто не подписан на канал подпишитесь также есть пор журнал на drive 2 можете там смотреть в общем вот такое было видео всем спасибо за внимание и до свидания и и Продолжение следует...